Меня зовут Артюшенко Андрей, я являюсь управляющим партнером юридической фирмы «Артюшенко и партнеры». Сегодня мы проводим для вас вебинар «Расторжение строительного подряда». Вебинар займет у нас где-то час, где-то полчаса, может быть, минут сорок. Я буду рассказывать, делиться кое-какой информацией вводной, давать наши рекомендации. В конце, во второй части вебинара у вас будет возможность задать вопросы. У меня большая просьба не включать видео, чтобы не отвлекать других коллег в конце. А, и пока идет вебинар, вы можете писать свои вопросы сюда же в чат. Их отдельно будет наш коллега обрабатывать и потом не вышли в конце вебинара. Коротко о нашей юридической фирме. Наша фирма на сегодняшний день является единственной в Казахстане с узкой специализацией в недвижимости и строительстве. Мы довольно давно работаем с фидик-контрактами, со строительными контрактами. Компания была основана в 2005 году в Алмате. Мы включены в ведущие рейтинги. Информацию о нашей фирме можете посмотреть на сайте. Внизу есть адрес atrap.legal, если кому-то интересно. Мы выпускаем книги. Юридический справочник несколько лет подряд уже. В электронном виде он уже больше пяти лет. В бумажном виде в третий раз появится в этом году. Есть также гид в электронном виде страна бывшего союза на пять стран по Казахстану, по Белоруссии, Российской Федерации, Узбекистану и Армении. Это наша совместная работа с коллегами из других стран. Можете заходить на сайт, читать. Он сейчас, Ержан, в Телеграме скинет ссылку на этот гайд на английском языке на нашем сайте. Можете делиться с теми, кому интересно. В нашей фирме два партнера. Я как управляющий партнер. Опыт работы по строительным контрактам, по проектам девелопмента, развития территории и так далее более 15 лет. В целом в юриспруденции я более 20 лет. Есть также информация обо мне в LinkedIn. Можете пройти, поискать. Довольно легко можно найти. Также моя коллега Гульнара Спанова. Она сегодня тоже здесь с нами. В конце вебинара она сможет ответить на некоторые вопросы. Если они возникнут. Звук не пытайтесь включить. Звук я вам не дам включить. В конце, может быть, если будет какой-то интересный, сложный вопрос, может быть, включим звук. Пока не до этого. Давайте проверим связь. Проверим контакт. Если вы меня слышите, видите, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я был уверен, что все хорошо. Плюсики пошли. Так, вы меня видите, слышите, хорошо, отлично. Рад видеть здесь наших постоянных слушателей, новых участников. Спасибо большое. Вот. Отлично, отлично. Ина, Ина, вы с нами, здорово. Также, Ержана, попрошу, наверное, скинуть в... А нет, оно есть и так в чате, у нас, в принципе, в Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал есть в левом нижнем углу. Вы можете пройти подписаться на наш Телеграм-канал. И там есть ссылка на два предыдущих наших вебинара, видео. Оно доступно на Ютюбе. Можете тоже через поиск Артюшенко и партнера найти эти видео. Это, значит, мы делимся особенностями по банковской гарантии и по вводу в эксплуатацию на основании контрактов. Также есть там еще несколько интересных видео. Можете смотреть. Большая просьба. Если у вас есть серьезный длинный вопрос, вы не спешите, спокойно, пока идет презентация, его напишите, наберите и отправьте либо Ержану, вот здесь вот его номер телефона Ержана есть, либо же сюда же в чат, просто скопируйте, вставьте и отправляйте. И в конце вебинара мы будем отвечать на ваши вопросы. Если мы не успеем ответить, то мы будем стараться высылать ответы позже, уже после вебинара, потому что у нас на вебинар всего час-пятнадцать. Мы должны уложиться в тайны. Также просим вас быть активными, больше вопросов задавать, потому что чем больше вопросов, тем будет интереснее всем нам. Ну и плюс во время вебинара я тоже буду просить немножко интерактива, обратную связь сдавать, тоже прошу оставаться на связи. Надеюсь, будет интересно. Ну вот первый большой вопрос, который уже можно коротко вписать, в принципе, потому что он не такой сложный. С какими сложностями при расторжении строительных контрактов чаще всего вы сталкиваетесь. То есть можете вкратце писать. Потому что вашим же коллегам будет очень интересно. Вы в общий чат пишите для всех, чтобы эта информация была доступна всем, потому что всем интересно, какие проблемы бывают, и одни и те же они или нет. Потому что сейчас я, в принципе, буду небольшой summary говорить и по проблемам, которые бывают. 4 июня, через, получается, пару недель мы проведем следующий вебинар. Это будет онлайн-сессия, вопрос-ответ на тему контракта и федик в строительстве. Вот. Тоже информация есть на нашем телеграм-канале. Заранее подписывайтесь, готовьте свои вопросы, потому что там, чтобы зарегистрироваться, надо обязательно вопрос написать. Вот. Также еще скоро будет, и тоже можете уже найти в наших каналах, на телеграм-канале, на фейсбуке, еще один вебинар мы будем проводить совместно с белорусскими коллегами, с российскими коллегами по федик-контрактам, вообще по строительству, по проблемам в строительстве. Вот. Этот вебинар, информацию тоже она есть в телеграме. Смотрите на фейсбуке, присоединяйтесь. Теперь давайте поймем, сколько у нас здесь сейчас граждан Казахстана, кто из Казахстана у нас, кто не из Казахстана. Пожалуйста, напишите, если вы из Казахстана, плюсик поставьте, пожалуйста. Будьте добры. Хорошо, пошли плюсики. Давайте. Кто не из Казахстана, поставьте, пожалуйста, минус. Хорошо, вижу. Вижу. Есть несколько человек не из Казахстана. Хорошо. Спасибо. Еще будьте добры. Хорошо. В целом понятно. Хорошо. Сегодня у нас порядка 30 участников, зарегистрировались порядка 60. 10, по-моему, посмотрим, сколько будет в реальности. Вот. Ну что ж, я думаю, мы начнем уже. Все, кто хотел, как раз во вступительной части, пока я представлялся и так далее, как раз подсоединилось еще порядка 10 человек. Вот. Так что, я думаю, мы можем начать. План нашего вебинара. Это, в основном, мы рассмотрим три вопроса. Это причина расторжения, исходя из анализа судебной практики. Это обоснованность расторжения, последствия для сторон, дадим рекомендации. И расскажем об особенностях расторжения кофе-дик контрактов. Подготовил, если честно, может быть, даже много сильно слайдов. Посмотрим, успеем все осветить или нет, но очень постараемся. Ну, тоже сегодня хочется ответить на два-три десятка ваших вопросов, поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте. Ну, давайте опять обратная связь от всех вас мне нужна. Если вы сталкивались с расторжением контракта, пожалуйста, поставьте плюсик. Если не сталкивались, то минусы ставьте. То есть для вас это первый раз обсуждение такое, и вы не сталкивались. Окей, понятно, понятно. Хорошо, кто сталкивался. Хорошо, Юля, рад вас видеть здесь. Отлично. Хорошо. Так, ну, я бы сказал 50 на 50, да? То есть половина у нас сталкивались уже с расторжением, половина нет еще. Хорошо. Понятно. Какие есть причины, чаще всего в судебной практике, которые выделяются юристами стран СНГ? Постоянно общаюсь с коллегами из России, из Белоруссии, из Узбекистана, из других стран соседних. И, ну, в первую очередь, это нарушение сроков выполнения работ подрядчиков. Наиболее часто встречающаяся причина расторжения, которое в суде рассматривается. Далее, это у нас ненадлежащее качество исполнения работ или других, или их частей. Неисполнение прописанных в договоре обязательств одной из сторон договора, например, предоставление строительной площадки, отсутствие прав на земельный участок и так далее, да? Неисполнение сторон обязательных требований законодательства, особенно если это привело к остановке строительства уполномоченных органов. Ну, чаще всего, это, конечно, вопросы противопожарной безопасности. Иногда это бывает безопасность, связанная с безопасностью на производстве, взрывобезопасность, особенно в проектах, связанных со строительством рудников, шахта. Если мы говорим про нефтегазовые отрасли, то это очень-очень серьезный вопрос взрывобезопасность, да, искробезопасность. Там, где у нас тотальный контроль, чтобы, не дай бог, нигде лишних скры не было, да? Особенно если эти остановки, я уже сказал, эти нарушения привели к остановке работы уполномоченных органов. Необеспечение подрядчиком материалами, проектной документацией. Ну, понятно, да, здесь мы говорим о случаях, когда заказчик взял на себя обязательство поставить определенное оборудование или материалы, когда подрядчик должен разработать проектно-смертную документацию. Мы помним, да, что в Республике Казахстан с 2016 года мы на проектах сложности второй и первой категории сложности мы не можем приступить к работам без проектно-смертной документации, прошедшей государственную экспертизу. Если мы говорим о проектах третьей категории сложности, то есть технически несложных, довольно простых работах, там не всегда нужна проектно-смертная документация, чтобы начать работу. То есть это какие-то легкие конструкции, быстровозводимые, это каркасные дома и так далее, чаще всего не выше двух этажей. Если мы говорим о строительстве более каких-то серьезных объектов, то проектно-смертная документация должна иметься в полном объеме, причем она должна пройти экспертизу и получить положительное заключение. В зависимости от сложности проекта это либо частная экспертиза, либо государственная экспертиза. Ну и вот, соответственно, отсутствие такой проектной документации очень часто становится причиной для расторжения контрактов, что доводит до суда скоро. Ну и последнее из наиболее часто встречающихся причин расторжения в судебной практике, это неисполнение обязательств заключения договора о страховании. По страхованию, можно оговориться еще и сказать, что в некоторых странах Европы, скажем, и в принципе даже в Восточной Европе, обязательным требованием для начала строительного монтажных работ является наличие определенного набора договоров страхования. Поэтому не исключаем, что в скором времени и в Казахстане тоже такая тенденция будет, и стороны обязанных будут иметь договоры страхования, проще, чем начать в плане какие-то работы. Идем дальше. Поговорим об основаниях расторжения, о последствиях для сторон, ну и наши рекомендации тоже. Расторжение контракта может быть предусмотрено как самим законодательством, так и условиями договора подряда. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут согласно статье 404 путем отказа от договора в случаях, прямо предусмотренных законодательством или договором, либо по расшению суда, то есть в судебном порядке. В целом, в случае отказа от договора можно подразделить на три вида отказа. Первый, отказ от договора в любое время, независимо от наличия оснований, если такое право предоставлено за правом. Второй случай, вторая категория, это отказ от договора при наступлении определенных обстоятельств, фактов, например, как в пункте 2 ст. 404. Дословно, это невозможность исполнения обязательств, основанная на договоре, это признание в основном порядке другой стороны банкротом, но и изменение или отмена акта госоргана, основание которого заключен договор. Звук. Коллеги, звук есть? Если звук есть, поставьте плюсик, пожалуйста. Есть плюсик. Дохромхон, проверьте, пожалуйста, свои соединения. У нас звук есть, у нас все нормально. Идем дальше. Я сделал несколько слайдов и разделил, немножко классифицировал случаи расторжения договора подряда именно заказчикам и именно подрядчикам, которые предоставлены законодательством, которые предусмотрены у нас законодательством. То есть заказчик может отказаться от договора, требовать его расторжения, если не изменяет память, в пяти случаях. Да, в пяти случаях. Первое, это превышение цены работы сняты, если возникла необходимость проведения дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работ. То есть мы говорим в данном случае о цене работы, которая не твердая. То есть по законодательству Республики Казахстан у нас цена может определяться подрядных работ двумя подходами. Это твердая цена и приблизительная цена. Так вот, если приблизительно установленная цена работы существенно будет превышена в результате выполнения дополнительных работ, и это заказчика не устроит, тогда он может отказаться. Если подрядчик не приступает в свое время к исполнению договора, я ссылки все указал на Гражданский кодекс, где это есть, чем это зафиксировано. Если во время выполнения работы станет очевидным, то, что работа не будет выполнена надлежащим образом. То есть чаще всего речь идет о нарушении каких-то графиков, мейлстонов, критических сроков, которые отслеживает заказчика. Также есть такое основание, как в любое время до сдачи ему работы заказчик имеет право отказаться от договора подряда. При этом, конечно же, там есть еще условия, что он должен будет, если он отказывается в таком порядке, что он обязан будет возместить подрядчику. Об этом чуть позже. Но в целом он может отказаться и, в принципе, даже особо без обоснования. Если отступление в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми, либо установленные заказчиком разумный срок обнаженные недостатки не были устранены, заказчик вправе отказаться от договора. Следующий у нас слайд. Здесь я расскажу о случаях, предусматривающих в нашем законодательстве право подрядчикам отказаться от договора подрядно. Первый случай, это 621 статья. При отказе заказчика выполнить требования об увеличении установленной ценой сметы при существенном возрастании после заключения договора стоимости материалов оборудования, а также оказываемых третьими лицами услуг. То есть по этой статье у подрядчика есть право, если установленная цена сметы возросла более чем на 10%, предъявить такое увеличение заказчику. А в свою очередь, если заказчик отказал, то подрядчик может требовать расторжения договора. Второй случай, если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в разумный срок не заменит непригодный или недоборокачественный материал, не изменит указания о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности или прочности работы. Статья 628, здесь пункт 3. Здесь мы имеем в виду, что речь идет о материалах, предоставляемых заказчиком. И третий случай, в случае обнаружившейся невозможности использования без улучшения качества выполняемых работ предоставленных заказчиком материалов, деталей, конструкции или оборудования. Ну, то есть, тоже, опять же, материалы, предоставляемые заказчикам. Так, у нас в чате есть сообщение. Бахрамхон, у нас со звуком все нормально, смотрите. Так, вопросы, вижу, пошли первые вопросы. Окей, первый вопрос, в конце будем отвечать. Спасибо за вопрос, к сожалению, непонятно, кто задал, имени там нет. Да, коллеги, вы можете переименоваться, это несложно, чтобы мы к вам по имени обращались. Спасибо. Идем дальше. При таком расторжении, то есть, к предыдущим слайдам, конечно же, есть однозначные последствия для сторон. То есть, это прежде всего возмещение убытков, причиненных расторжением. Это прямо прописано в тех же статьях, на которые мы ссылались в предыдущих слайдах. Там, кроме пункта 3.621 статьи, это, по-моему, первое основание для заказчика, которое мы указывали. В остальных везде случаях сторона, инициирующая расторжение, обязана возместить убытки. Ну и плюс, само собой, если это заказчик расторгает, то он обязан оплатить ту часть работы, которая была выполнена до расторжения. Там есть в одном месте часть работы написана, в другом месте в ГК написана пропорционально. Ну и с какими последствиями вы сталкивались, можете написать вкратце. Я сейчас, конечно, буду делиться своим опытом, покажу, с чем мы сталкивались при расторжении договоров подряда, вне зависимости от того, было это по условиям договора или по условиям гражданского кодекса. И так далее. Но будем благодарны, если вы напишите, с какими случаями расторжения вы сталкивались. Окей, идем дальше. Первое, это приостановление всех выплат по всем актам. Это то, что чаще всего происходит. Хорошо, спасибо за вопросы, получаем и будем отвечать в конце. Приостановление всех выплат. Следующее, с чем мы сталкивались, это взыскание по предоставленным банковским гарантиям. То есть мы знаем, что по договорам строительного подряда очень часто обеспечением выступают банковские гарантии. То есть это гарантия исполнения контракта, гарантия возврата авансового платежа, гарантия на гарантийный период и так далее. То есть, прошу прощения, буквально паузу сделаем на секундочку. Я извиняюсь, закрыл окно, чтобы звуки лишние не откликали. Взыскание по предоставленным банковским гарантиям. Ну, то есть, когда гарантия обеспечения исполнения контракта была выдана подрядчикам, чаще всего, и подрядчик хочет расторгнуть договор, то в первую очередь надо быть готовым к тому, что заказчик будет требовать взыскания по этой банковской гарантии. Потому что чаще всего банковские гарантии, все-таки они безусловные, безотзывные, и спорить с ней очень сложно. Другое дело, что они не всегда исполняются, и по банковским гарантиям у нас есть отдельное видео, можете его посмотреть. Хорошо, вопросы видим. Хорошо, вопросы видим. Так, дальше. Закрытие доступа на строительную площадку. То есть, у подрядчика чаще всего две крайности, с которыми мы столкнулись, если заказчик хочет расторгнуть договор подряд. Первое, заказчик, вернее, подрядчик закрывает доступ на строительную площадку со всех сторон. Почему? Потому что, согласно ГК, у нас есть у подрядчика право удерживать строительную площадку, и все, что с ней связано, до тех пор, пока с ним не рассчитаются по условиям договора полностью. Это первая крайность. Вторая крайность, с которой мы столкнулись, это с тем, что подрядчик просто уходит со строительной площадки, в течение суток забирает свое оборудование и имущество, и строительная площадка оказывается, так сказать, без охраны, без обеспечения. Поэтому, ну, все-таки чаще мы видим закрытие доступа на строительную площадку до тех пор, пока стороны не разберутся, так сказать. Что еще мы видим? Это предъявление встречных претензий всевозможных, накопившихся. То есть, пока стороны вели строительство, вели совместную деятельность, там, по строительству вели контракт, копились какие-то претензии, и после получения уведомления о расторжении, противоположная сторона начинает предъявлять какие-то встречные претензии, встречные требования, накопившиеся, неисполненные. То есть, ну, это как естественный процесс, который, грубо говоря, то есть, так или иначе может возникнуть. Выполнение технического аудита текущего состояния площадки объекта, то есть, стороны, иногда это происходит с одеих сторон, иногда нет, но все очень сильно зависит от доступа к строительной площадке. Но подрядчик очень часто начинает делать технический аудит независимый текущего состояния выполненных работ, закрытых работ, приостановленных работ и так далее. То есть, нанимает независимую компанию, которая делает своеобразный технический аудит, замеры делает, делает подробный отчет, на каком этапе остановлена работа, что выполнено, что не выполнено, на какой процент выполнено, какой объем не выполнен, ну и так далее. То есть, этот технический аудит, он обычно очень хорошо помогает потом в судебном процессе, в самом. Почему в судебном процессе? Потому что я постоянно говорю на своих семинарах и вам скажу то же самое. Любое расторжение договора строительного подряда в 99% случаев приведет к судебному процессу. То есть очень-очень-очень редко без судебных процессов это происходит. Поэтому технический аудит это такой логичный шаг подготовки к судебному процессу, которого если не будет, то хорошо. Если он будет, то это всем известно, это довольно длинный процесс, довольно затратный и еще и не прогнозирует. Очень сильно зависит от документации, которая у сторонников или есть или нет. Что мы еще видим? Это консервация объекта строительства. К большому сожалению, к консервации приступают не сразу. И раньше было очень много споров, за чей счет консервация должна происходить. Сейчас в Казахстане довольно четко этот вопрос решен в одном из постановлений правительства, если кому-то интересно, я потом вышлю. Консервация объекта строительства должна происходить за счет заказчика, но если иной неустановленный договор. То есть в договоре чаще всего о консервации никто ничего не указывает, поэтому подрядчик вынужден консервацию делать за свой счет. Реже это делает заказчик, если подрядчик покинул строительную площадку. Что мы можем посоветовать делать в случаях, если сторона инициировала расторжение контракта? Здесь у нас рекомендации в основном для заказчика. Рекомендации для подрядчика, они очень схожи. Если будет отдельный вопрос у кого-то из коллег, у кого-то из присутствующих в чате, я его постараюсь еще немножко раскрыть, но здесь в основном для у нас заказчика рекомендации. Прежде чем начинать расторжение, мы бы очень рекомендовали найти нового подрядчика на замену, чтобы знать, какой новый подрядчик зайдет и кто это будет справиться, он не справится. Чтобы уже понимать, кто придет на замену. Потому что еще раз я говорю, что подрядчики в крайность могут впадать, как и полностью баррикадироваться на территории объекта строящегося, закрывать все входы, выходы, так и наоборот покидать строительную площадку и бросать ее. Это тоже случается довольно часто, поэтому новому подрядчику надо быть готовым сразу же зайти. Мы рекомендуем собрать всю информацию по всем подрядчикам, которые есть у текущего подрядчика, определить их аффилированность с текущим подрядчиком, определить возможность продолжить работу с новым подрядчиком, необходимость, надо понять, есть ли необходимость в поиске субподрядчиков на замену. Опять же, все связано с первым вопросом аффилированность. Очень часто субподрядчики аффилированы с генподрядчиком и с одной стороны это конфликт интересов. Если подрядчика генерального выгоняем, расторгаем договор, то тогда есть вероятность, что и субподрядчик не будет этому рад, и он тоже, если не сразу, то уйдет. Либо же будет вставлять палки в колеса, что в принципе часто происходит. Поэтому надо понимать, кто субподрядчик и быть готовым к тому, что не только подрядчика надо будет уйти, но и субподрядчика. Подготовиться к обеспечению охраны строительной площадки своими силами и за свой счет на период передачи дел. Как я уже сказал, из-за той крайности, с которой мы тоже сталкиваемся, что подрядчик просто уходит. Если объект находится в городе, у нас, значит, это риск того, что будут страдать люди, которые живут в городе. То есть это и дети, которые играются, могут забрести туда, начать играть на строительной площадке. И если нет ограды, значит, может произойти хищение чего-то и так далее. То есть это и как опасность для жизни, так и риск утраты имущества. Если же эта строительная площадка находится за пределами города, то это риск тоже как расхищения, так и бесхозности площадки. То есть когда она бесхозная, когда за ней нет присмотра, то она естественными условиями какими-то не защищена и за короткий срок может прийти в упадок и так далее. Поэтому надо готовиться обеспечивать ее охрану. Подготовиться применить обеспечительные меры, предусмотренные контрактом. Мы заказчику всегда рекомендуем аккуратно очень на это смотреть, равно как и подрядчику. У нас есть кейсы с подрядчиками тоже, расскажу на видео. Так, коллеги, немножко у нас отсоединение произошло. Так, мы сейчас возвращаемся. Пожалуйста, в чат напишите, вы меня слышите, нет? Коллеги, кто вернулся у нас? Хорошо, хорошо, хорошо. Все отлично, а то секунду. Да, мы будем продолжать сейчас. Буквально прошу прощения на одну секундочку. На одну секунду. Все, окей, коллеги, я возвращаюсь. Бывает такое отключение иногда у зума. Вот если что-то подобное будет происходить, вы, пожалуйста, не пугайтесь, оставайтесь на связи, потому что он сразу же подключается. Еще раз прошу прощения, что так получилось. Идем дальше. Мы рекомендуем заказчику и подрядчику посмотреть, как работают обеспечительные меры. Если говорить со стороны заказчика, мы рекомендуем внимательно почитать условия банковских гарантий и страхования, как они работают. Потому что очень часто получается так, что они работают не так-то просто, как хотелось бы. То есть банковская гарантия, особенно выданная иностранным банкам, она будет исполняться по правилам и законодательству не нашей страны, а страны, где банк этот зарегистрировал. Поэтому надо понимать, какое там применимое право и будут ли какие-то там палки в колеса кто-то вставлять. Поэтому будьте готовы, очень аккуратно. Прежде чем начать проходиться по обеспечительным мерам и применять их, мы рекомендуем подать все ранее отложенные уведомления, претензии и требования. То есть до уведомления расторжения, до начала процедуры расторжения, если вы откладывали какие-то моменты, хотя это не лучший, конечно, вариант с письмами, с претензиями. Если мы говорим про фидик-контракты, это значит изменения в рейтинге, хотя их надо подавать своевременно, то как раз до расторжения мы бы рекомендовали все это сверить, перепроверить, может быть что-то обновить и еще раз отправить подрядчику. Ну вот навести порядок своей документации, переписка, исполнительная документация и так далее. То есть понять, может быть, какие-то вещи надо от заказчика, от подрядчика получить, прежде чем расторгать с ним договор и попробовать это получить. Потому что после уведомления о расторжении подрядчики не всегда себя ведут так, как хочется или так, как сказано в контракте. Еще что у нас. Мы рекомендуем, из-за того, что это всегда приводит к спорам, то, о чем я уже говорил, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с арбитражной оговоркой. Как она работает, то есть какой досудебный порядок, сколько времени должно пройти. Иногда есть требования к заявлению каких-то претензий, как они должны заявляться. Понять возможность, необходимость применить обеспечительные меры по упрощенной арбитражной процедуре. То есть особенно, если речь идет о значительных суммах долга, надо посмотреть, может быть, в этом арбитраже, который указан в арбитражной оговорке, есть возможность применить обеспечительную меру за какой-то короткий срок. То есть надо подумать, может быть, стоит этой процедурой воспользоваться. И очень часто в последнее время вот эти вот обеспечительные меры по упрощенной арбитражной процедуре приводят к тому, что спор как бы разрешается на этапе, именно на этом этапе, то есть не доходя до арбитража. Просчитать предварительную сумму затрат очень рекомендую. Почему? Потому что арбитраж это не дешевое дело. Конечно, кто сталкивался, кто нет. Если мы говорим о строительном споре особенно, то есть если мы говорим об арбитраже за пределами Республики Казахстан. В Казахстане и в странах СНГ стоимость арбитража, услуга арбитражного института невысокая. В Европе значительно дороже, в Штатах, в Азии тоже не дешевый арбитраж. Мы рекомендуем заручиться независимым заключением юридическим. Понять, что у вас есть достаточно оснований, чтобы расторгать контракт. Мы рекомендуем составить план расторжения и за основу брать самые неблагоприятные последствия и продумать их, и прописать заранее несколько вариантов. То есть составляется план и несколько вариаций этого плана. То есть к чему может привести сценарий тот или иной. Еще раз вернуться к экономической целесообразности расторжения. Почему? Потому что сумма затрат на рассмотрение спора может значительно превысить экономическую целесообразность вообще инициировать этот процесс. Так, по рекомендациям на этом мы остановимся. У нас будет еще сейчас третий раздел по особенностям ФИД-контрактов. Пройдемся коротко. Буквально, да, вопросы я вижу поступают еще. Вопросы с того чата мы уже скопировали. То, что в первой части, то, что был сбой у нас прошло, это получили. Все это мне коллега сейчас перешлет тоже на WhatsApp. А пока у нас осталось несколько слайдов. Держан, на WhatsApp мне скопируйте вопросы и сейчас тоже подойдем к вашим вопросам. Хорошо. По контрактам ФИДик. Всегда, когда мы говорим про контракты ФИДик, мы за основу берем красную книгу. Почему? Потому что красная книга – это основа всего. Даже контракты под ключ, строительство под ключ, они не сильно отличаются в каких-то основополагающих моментах. Но, конечно же, есть отличия, однозначно. Между красной, желтой, оранжевой и так далее есть различия. Если есть вопросы по контрактам ФИДик у вас в целом, что такое контракты эти ФИДик, как они регулируются и так далее, зайдите на наш канал YouTube Артюшенко и партнеры. Там есть видео, пара часовых видео, где мы разъясняем, что это за контракт и как с ними работать. Есть такая функция, есть такая опция в ФИДик-контракте, как немедленное расторжение контракта заказчика, то есть с даты получения уведомлений. Два случая предусмотрены для заказчика и несколько случаев для подрядчика по немедленному расторжению. Если подрядчик переуступит контракт или заключит договор субподряда на выполнение всех работ без необходимого на то согласия. Ну то есть это субподряд по законодательству Республики Казахстан у нас согласно закону об архитектурной и градостроительной деятельности передача на субподряд более двух третей запрещена. И второй случай это если подрядчик станет банкротом или неплатежеспособным, пойдет под процедуру ликвидации. Там чуть поподробнее расписано такой порядок немедленного расторжения, но тем не менее речь идет именно об этом. Когда заказчик у нас по контракту ФИДИК по Красной книге может расторгнуть контракт и убрать подрядчика со строительной площадки, есть несколько тоже случаев и здесь обязательно речь идет об уведомлении за 14 дней. Если подрядчик не выполнит требования и положения пункта 4.2, это обеспечение исполнения контракта. То есть это предоставление банковских гарантий, предоставление страхования и так далее. Возможно что-то дополнительное в качестве обеспечения, может быть залог какой-то. Либо указание в соответствии с пунктом 15.1. Это указание об устранении недостатков, когда в процессе строительства инженер обнаруживает какие-то недостатки и требует подрядчика их устранить. Следующее это если подрядчик самовольно покинет объект или иначе продемонстрирует свои намерения прекратить исполнение своих обязательств по контракту. Также если подрядчик без урожительной причины не начинает строительство объектов, либо не выполнит указание, отданное согласно пункта 7.5 или пункта 7.6. Это опять же по устранению недостатков и эти указания должны исполняться в течение 28 дней после их получения. Указания такие дает чаще всего инженер. По фидик-контрактам у нас все через инженера. И еще последнее основание, если подрядчик даст или предложит прямо или посредственно кому-либо взятку. То есть это коррупционная составляющая, то есть там равноблагодарности комиссионные или другие вещи или другие блага в качестве награды или чего-либо. То есть здесь тоже у заказчика есть право расстроить контракт. Прежде чем про подрядчика приступить, важно понять, что подрядчик имеет право приостановить работу по строительному контракту, по кровственной книге в трех случаях. Если он не получает оплату в соответствии с контрактом, ну то есть если утвержденный акт, сертификат он его называет, по контракту фидик, не оплачивается. По условиям контракта фидик у заказчика 28 дней на проверку сертификата промежуточного акта, так скажем, ежемесячного акта. И еще 28 дней на оплату, это 56 дней. Так вот, если он не получает оплату в 56 дней, тогда он имеет право приостановить работу. Также он имеет право приостановить работу, если инженер не утвердил сумму, причитающуюся подрядчику в соответствии с пунктом 14.6. То есть, грубо говоря, если он предоставил, если подрядчик предоставил промежуточный платежный сертификат, это тот самый ежемесячный акт промежуточный, и инженер, если его не утверждает в течение 28 дней, то есть, тогда у подрядчика есть право приостановить работу. Приостановить работу. Ну и последний случай, когда заказчик не в состоянии предоставить разумное свидетельство того, что он в состоянии провести оплату цены контракта, то есть это финансовая обязательность заказчика. Этот пункт чаще является precondition для начала работы. То есть, его, конечно, правят этот пункт, всячески заказчик пытается убрать, но в некоторых случаях он остается и является основанием для того, чтобы подрядчик приступил к работе. Ну и в данном случае он может служить также основанием для приостановления работы по контракту. Подрядчик вправе расторгнуть контракт, если подрядчик не получил реального свидетельства исправления ситуации по пунктам приостановления, которые я только что указал. То есть, при этом исправление ситуации должен произойти в течение 42 дней после наступления такого события. Ну то есть, если мы говорим об оплате в соответствии с контрактом, то это 56 дней плюс 42 дня. То есть, примерно так. Когда еще у подрядчика есть право расторгнуть договор, контракт по проформе ФИДИК? Если инженер в течение 56 дней после получения отчета и подтверждающей документации не выдает соответствующий платежный сертификат, то есть, то имеет право расторгнуть контракт. Подрядчик не получит сумму, подлежащую выплате, согласно промежуточному платежному сертификату, в течение 42 дней после истечения срока определенного в пункте 14.7 на оплату, в течение которого должен быть осуществлен платеж. Если налицо существенное неисполнение заказчикам своих обязательств по контракту. Если действие заказчика не соответствует положениям пункта 1.6 и 1.7. Также, если длительная приостановка выполнения работы оказывает воздействие на объект в целом, как указано в пункте 8.11. Длительная приостановка работы. Ну и последний случай, когда заказчик станет банкротом или неплатежеспособным, либо ликвидируется. То есть, в принципе, это все. Я вижу, кто-то поднимает руку. Да, коллеги, сейчас перейдем к вашим вопросам. Я очень попрошу... Сейчас Ержан скинет ссылку на форму обратной связи. Как мы ответим на ваши вопросы, очень будем признательны, если вы сможете ее заполнить. Мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Смотрю чат. И я еще попрошу подключиться в мою коллегу в некоторых случаях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!